Стэнли Крамер Продакшнс представляет По пьесе Эдмона Растана Автор сценария Карл Форман Композитор Дмитрий Тёмкин Оператор Франк Планер Корректор А.Кулакова Продюсер Стэнли Крамер Режиссер Майкл Гордон Режиссер Майкл Гордон Сколь счастлив тот, кто томясь в борьбе, Уйдёт в изгнание, забыв земные цели, Кто позабыв, осует на и толпе... Эй, шут, Гороховый, немедленно уйди со сцены! Кто это? Это Сирана Этого я боялся Сколь счастлив тот, кто томясь в борьбе Молчать! Я же запретил тебе появляться на сцене Тихо, тихо, продолжай, Монфлери Сколь счастлив тот, кто... Да кто такой Тота? Дятлы обычно толбят тук-тук Исчезни! Или мне помочь тебе уйти со сцены? Что? Ты всё ещё там? Сколь счастлив тот, кто, утомясь в борьбе, Уйдёт в изгнание Жирная свинья! Если ты скажешь ещё слово, Ты сам у меня сейчас уйдёшь в изгнание Господа, защитите меня! Продолжай, играй дальше! Сэр, я не позволю вам оскорблять меня в такой манере Да? А какую манеру ты предпочитаешь? Эй, там тихо, мы больше этого не потерпим Продолжай пьесу, Монфлери А ты замолчи Это скандал! Господа, сядьте на место А то моя шпага пообкусывает ваши ленты Кто этот хвостун? Мой кузен, сэр Ну, Монфлери Ты ещё не ушёл? Тогда я иду к тебе С ножом Чтобы порезать на кусочки этого жирного гуся Что он себе позволяет? Он что себе вообразил? Надеюсь, вы не хотите знать, что внутри моих ножен? Безобразие! Скандал! Тихо! Я сказал, тихо! Я вызываю на дуэль всех Тот, кто хочет умереть, поднимите руку Выходите вперёд, юные герои Я запишу ваши имена Тому, кто будет первым, я поставлю памятник Кто у вас главит список? Вы, сэр? Нет Вы? Нет Так есть кто-нибудь? Ну, кто? Ни одной руки Ни одного пальца Что ж, тогда я продолжу Послушай Глупая луна Я трижды хлопну Вот так На третий раз произойдёт твоё затмение Готов? Раз Как вы смеете? Я настаиваю, я требую, я призываю благородных господ Два Это возмутительно Ничто в мире не заставит меня покинуть эту сцену Три Дамы и господа Месье де Бержерак Зачем вы так поступили с нашим Монфлери? Он превосходный актёр По двум причинам И каждый достаточно Первая Он скверный актёр Его стихи Вздохи, гримасы Это трагедия Вторая Это мой секрет Но вы сорвали спектакль Всё равно он плохой А деньги? Может вы сами хотите вернуть их этим? Людям Да? Да Вот Лови О, месье За такие деньги можно срывать спектакль каждый вечер Дамы и господа Вам вернут деньги Прошу вас пройти к выходу Всего доброго Всего доброго Ваш кузен удивительный человек, мадам Я согласна Солдат Поэт Философ Музыкант Драматург В одном лице? Да И лучший фехтовальщик в Париже Правда А я думал, эта честь принадлежит Виконту Скажите, мадам Это маска комика Этот нос Он её снимает? Нет, месье Она всегда на нём И горе тому, кто хотя бы улыбнётся Мсье Мсье Когда вы уезжаете из Парижа? Простите Ну как же, после того, что вы сделали с Монфлери Вы что, не знаете, что его покровитель граф Дегиш? А кто ваш? Никто У вас нет покровителя? Я же сказал, нет Но у графа Дегиша длинные руки Моя длиннее на три фута стали Да, но... Какой скандал Вы можете идти Но Вы можете идти Хотя скажите, почему вы так пялились на мой нос? Я не пялился Он вас удивляет? Нет, я старался не смотреть А почему же нет? Значит, он вызывает у вас отвращение? Нет У него нездоровый цвет? Нет, что вы А может, он вам кажется слишком большим? Нет, он маленький Просто крошечный Поверьте Что? Да Вы меня обвиняете в такой нелепости? Мой нос маленький Мой нос великолепен Безмозглой тупицы Я горжусь своим носом, потому что большой нос соответствует большому человеку Доброму Любязному Умному Мужественному Храброму В то время как ваше лицо Это ровная Непримечательная вогнутость На которую наткнулась моя правая рука Лишено гордости Поэзии Души Яркости Контура Характера Короче говоря Носа На что наткнется моя левая нога в конце твоей бескребетной спины Боже мой Когда-нибудь он всем надоест Он любит нос задирать И что же, никто не может поставить его на место? Позвольте мне Смотрите Мсье Ваш нос Ваш нос очень большой Очень? Да Это все? Конечно Знаете, это слишком просто Можно было бы столько наговорить Зачем терять такую возможность? Например, так Агрессивно Если бы у меня был такой нос Я бы его сразу ампутировал Практично Как вы пьете с таким носом? Вам, наверное, сделали специальную чашку? Описательно Это мыс Скала Утес Мыс? Да нет, скорее полуостров Любознательно Что это за приспособление? Бритвенный набор или портфолио? Доброжелательно Вы так любите птичек, что, чтобы слушать их пение, соорудили им на сест? Предупредительно Будьте осторожны Нос может вас перевесить Красноречиво Когда он споркается, налетает тайфун и сгущаются тучи Драматично Кровь из носа течет Красным морем Просто Когда будет открытие памятника? По-военному Осторожно Секретное оружие По-деловому Прекрасная вывеска до парфюмера Уважительно Сэр, я узнаю в вас человека Выдающегося Или Литературно Это тот самый нос, который вел вперед тысячи кораблей? Вот что, мой дорогой сэр, вы могли бы сказать Имей хоть каплю знаний или остроумия, чтобы украсить вашу речь Но у вас нет ни крупицы остроумия А что до знаний, то вам пора узнать, что вы Осел Осел Болван Деревенщина Негодяй Дурак Рад познакомиться Я Сирено Савинья Иркюль де Бержерак Виконт, пойдемте Какая наглость Это же просто пугало, посмотрите на него Ни лент Ни кружев Даже Перчаток нет Верно Я украшаю только свою душу Подвиги вместо лент Мантия из доброго имени и корона Из белых перьев свободы Но Но у меня нет перчаток Какая жалость У меня была одна От последней старой пары И я ее потерял Какая неосторожность Один господин мне надерзил И я Забыл ее На его лице Да будет так Вы умрете изящно Обещаю Вы поэт? Да, поэт К вашему сведению Пока мы будем сражаться Я симпровизирую балладу для вас И в конце посылки Вас попаду Правда? Правда Баллада о дуэли в театре Бургонь Между Дебержераком и Варваром Что это значит? Это? Это просто титул Тихо Дайте найти рифму Итак, начинаем Друзья, настал дуэли час Я не спеша снимаю шляпу С руки моей спадает плащ И вот Я вынимаю шпагу Вы поначалу Слишком пылки Ведь я Предупреждаю вас Что попаду В конце посылки Я попаду В конце посылки Мне жаль На вас такой атлас И в нем придется сделать дырку Свинял румянец Взор погас Но я предупреждал же вас Что попаду В конце посылки Итак, Виконт Назад ни шагу И сам король бы вас не спас Зачем вы В эту передрягу Попали? Точно на показ Куда вы, сударь? Без проказ Так будет шишка На затылке Ведь я предупреждал же вас Что попаду В конце посылки Где ваша бывшая отвага Где твердость кисти Верный глаз Ведь вы белее, чем бумага Итак Предупреждаю вас Что я сейчас начну Посылку Виконт Посылка Пробил час Как жаль, что нет для вас подстилки Ведь я предупреждал же вас Попал Дамы и господа Пожалуйста, представление закончено Закрывайте театр Не тушите свет Нам еще нужно репетировать Подожди Не слушай этих любителей дуэли А то погубишь себя Подумай о врагах, которых Ты заимел Монфлери Виконт Если он выживет Все эти напыщенные маркизы Граф Дегиш Этот интриган Он племянник кардинала А там сила Здесь тоже сила Дурачок Посмотри на меня Я 20 лет капитан Мои сверстники, которые знают Как применить свои таланты при дворе Уже носят маршальский жезл Я знаю Когда-нибудь я из-за тебя отомщу Ты невозможный Ладно, пошли пообедаем Я не пойду Почему? Потому что у меня нет денег А кошелек? С золотом? Прощай, отцовский пансион И что у тебя осталось до следующего месяца? Ничего Какой дурак Да, но какой жест Извините, месье Мужчина не должен быть голодным У меня здесь столько еды Пожалуйста Дитя мое, я не могу заставить свою гасконскую гордость принять такую доброту Но я Но из страха причинить вам боль своим отказом Я возьму что-нибудь Виноград Одну ягодку И стакан воды Нет, чистый И Половину печенья И больше ничего? Ах да Вашу руку Для поцелуя Спасибо, сэр Всего доброго Идиот Еда Питье Десерт Признаюсь, я был голоден Ужасно Скажи мне Все что угодно Почему ты ненавидишь этого Мон Флери? Он плохой актер Да перестань Скажи мне правду Этот жирный козел У которого руки на брюхе не сходятся Считает, что он неотразим для женщин Когда он играет Он так и пучит на них свои лягушачьи глаза Я ненавижу его с того дня Как он посмел улыбнуться Моему другу Для меня она как цветок Которому ползет Огромный слизняк Что? Это возможно? Для меня любить? Я люблю Кого? Могу я знать? Кого люблю? Подумай Подумай обо мне Обо мне Кого презирала бы самая некрасивая женщина С этим носом Которая опережает меня на четверть часа Кого мне любить? Конечно, это должна быть Самая Красивая женщина Самая красивая? Несравненная В моих глазах Постой Твоя кузина Роксана Да Роксана А почему бы нет? Если ты ее любишь, скажи ей об этом Мой старый друг Посмотри на меня и скажи Могу ли я надеяться С этой-то выпуклостью У меня нет большей иллюзии Иногда Я становлюсь сентиментальным Проходя в прохладной вечерней синеве по саду Пахнущему свежестью От пролившегося на цветы дождя Мой большой бедняга нос Вдыхает апрель И я слежу глазами за парами Идущими под руку Под серебром луны И думаю Как бы мне хотелось, чтобы и со мной Гуляла женщина под луной Держала меня за руку И улыбалась Когда я мечтаю Я забываюсь А потом я вижу тень Моего профиля на стене Друг мой Друг мой Мне горько от того, что я осознаю, что я Урод и так одинок Но твоя струмь и твоя храбрость Эта девушка, которая только что предложила тебе обед Ты видел, что ее глаза не избегали тебя Это правда Ну так Роксана сама, когда смотрела дуэль, была бледна Бледна? Ее губы приоткрылись Рука была прижата к груди Вот так Я сам видел Поговори с ней Поговори А если она посмеется надо мной? Это единственное в мире, чего я боюсь Извините, месье Вас спрашивает дама Месье? Дуэнья У меня для вас послание от одной леди Она желает знать, где и когда вас можно видеть наедине Она хочет поговорить с вами Поговорить? Да Она желает видеть меня? Завтра на рассвете мы едем к Мессе А потом... Где вы предлагаете... Где? 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 Ну так? Я думаю И что вы думаете? Где? Урагно Да, урагно В кондитерской А где это? Где это? На улице Сан-Он-Рэ Улица Сан-Он-Рэ Договорились В семь часов До встречи, месье Я приду Со мной Свидание со мной Ты не такой уж мрачный Она все-таки знает, что я существую Представь себе Она захотела встретиться Со мной Но теперь ты будешь счастлив Я буду бурей Пламенем Один могу сразиться с целыми армиями У меня 10 сердец 12 рук Я слишком силен, чтобы сражаться со смертными Приведите мне великанов Тихо Мы тут репетируем Ухожу Ухожу Сирано Сирано В целую сотню Они ждут меня по дороге домой Они меня и забьют палками Пожалуйста Разреши мне переночевать у тебя Сотни врагов? Это все? Рагно, сегодня ты идешь домой Но они вооружены Это головорезы Возьми фонарь Пошли Я лично провожу тебя до дома А ты? Останься Но там же сотни человек Это то, что мне нужно Ты рискуешь жизнью ради этого кондитера Во-первых, этот кондитер мой друг Во-вторых, этот кондитер тоже поэт И самое главное Если что-то случится с этим кондитером Завтра утром в 7 Его кондитерская будет закрыта До свидания Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создал DimaTorzok Сэр, берегитесь Они сзади Меня ограбили Их не сотня Быстро внутрь За предверь Субтитры создал DimaTorzok Субтитры создал DimaTorzok Субтитры создал DimaTorzok Субтитры создал DimaTorzok Сирану Сирану Нет Как настроение? Приятно приподнятое Пошли Я знаю одну таверну неподалеку Где Рагно? Рагно? Рагно! Малыш, выходи Все хорошо? Все кончено? Все кончено Правда? Как быстро? Если бы у меня была шпага при себе Скольких ты убил? Около восьми Восьми? Восьми Этот господин Начинает раздражать меня Нет Нет, этот соус должен быть пикантным Добавь щепотку шафрана и тимьян Корочка должна быть ровная А ты посмотри на свое Сирану Сирану, зайди, съешь что-нибудь Сколько времени? Еще семь минут? Пожалуйста, зайди Мужчина без завтрака, как... Нет А вдруг она передумала? Она бы не посмела Вчера вечером мы были превосходны И в театре тоже Я попаду в конце посылки Она приехала Где мы можем поговорить наедине? Где хочешь, мой магазин, твой магазин В маленькой столовой, очень уютно Посылка! Какая строка? Я попаду в конце... Тихо Она идет Ну я же говорил Быстрее Прошу вас Можно вас на одно слово? Да У вас хорошее пищеварение? Прекрасное Хорошо Вот несколько эклеров Пончики Булочки с джемом Вы любите природу? Обожаю Тогда съешьте это, сидя на солнце И не возвращайтесь Но я... До тех пор, пока все не съедите Благословенны будут те минуты Когда ты вспоминаешь обо мне И приходишь, чтобы сказать... Что? Сказать что? Но прежде всего, скажи мне По-прежнему ли ты мне тот же старший брат Как и тогда, когда мы были детьми И играли вместе у пруда в старом саду? В Бержераке? Эти прекрасные летние дни Ты делал шпагу из тростника? А ты куколом косой из одуванчиков В те дни я могла тебе все сказать А ты делал то, что я пожелаю Маленькая Роксана Девчушка в коротенькой юбочке И с длинными волосами Я была хорошенькая? Да, не дурно Иногда, когда ты падал и разбивал руку Ты бежал ко мне И я, как мать, говорила тебе взрослым голосом Что ты с собой сделал? Дай-ка мне посмотреть Дай-ка мне посмотреть Все такое же В твоем-то возрасте Откуда это у тебя? Ответь Я играл с большими мальчиками Иди сюда Ну? Какая строгая дама Расскажи мне, пока я смываю кровь Со сколькими ты играл? Почти что с сотней С сотней? Более или менее Скажи мне Нет Ты скажи то, что хотела Если осмелишься Думаю, теперь осмелюсь Потому что сейчас Все опять как в те далекие счастливые дни Да, я осмелюсь Послушай Я люблю Одного человека Да Он еще этого не знает Да Он меня тоже любит Но боится сказать об этом И поэтому держится поодаль Да Дай мне руку Какая она горячая Да, он любит меня Я в этом уверена Да И он тоже солдат В одном полку с тобой И в одной роте Да Он настоящий мужчина Гордый, благородный Молодой, храбрый Красивый Красивый? В чем дело? Ничего Вот Моя рука Я люблю его Вот и все И я нигде его не встречала Кроме как в театре Вы никогда не разговаривали? Только глазами Но как ты о нем узнала? Ну, люди говорят И я слышала И я знаю Знаю Ты говоришь, что он гвардейец Как его зовут? Барон Кристиан Денни Вильет Но он не гвардейец С прошлой недели Он совсем недавно приехал в Париж Из Нормандии Так быстро Так быстро мы теряем голову Месье де Бержерак Я съела все пирожные Идите, любуйтесь природой Но, дитя мое Вы любите слова, остроумие, поэзию Но вы же его не знаете Вдруг он дикарь, дурак Но не с такими глазами Я читаю в них душу Да Нашу душу можно прочитать в глазах И ты пригласила меня сюда, чтобы сказать это? Я не совсем понимаю, Мадам, причину такого доверия Говорят, что в вашей роте Меня это пугает Вы все гасконцы И они ссорятся с чужаками Это ты слышала? Я этого так боюсь И не без основания Я подумала, что ты Ты, кого они так уважают и боятся Ты хочешь, чтобы я защитил твоего маленького барона? Пожалуйста Ради меня Потому что я всегда была твоим другом И ты этого хочешь от меня Ты будешь его другом? Я буду его другом И не дашь ему сражаться на дуэль? Нет, никогда Обещаешь? Обещаю Спасибо Спасибо Спасибо, я знала, что на тебя можно положиться А теперь мне надо идти Ты так и не рассказал мне о том, что было вчера? Ты, наверное, вел себя геройски? Скажи ему, чтобы он мне написал об этом И о себе Ты такой хороший Вы ведь друзья, правда? Пусть он мне напишет Один против ста Ты должен мне рассказать всю историю Когда у нас будет время Сотни человек Какая храбрость Сейчас я себя превзошел Ну? Пошли отсюда Но вся рота идет сюда О боже Естественно, я им рассказала Вчерашнем случае Они хотят отпраздновать Зачем ты? Попробуй их остановить Да ладно Ладно Восемь трупов на улице Это скандал Ты же знаешь мою кассу о запрете дуэлей Я хочу, чтобы он соблюдался А также хочу знать, кто ответственен за это безобразие вчера вечером на площади Денель Я понимаю, ваше преосвященство А теперь у меня есть новость, которая тебе понравится Скажу по секрету, что наше Нелегкое Перемирие с испанцами Обречено Я полковник Все бумаги на получение чина готовы Спасибо, дядя, спасибо Еще одно Вчера вечером в театре Дуэль в стихах Этот гвардеец С носом Это биржерак Невыносимый гасконец Да, невыносимый Его обращение с Монтфлери Возмутительно Наглость, с которой он прервал спектакль Невероятная Если веконт выживет, это будет чудо Прискорбное Что будет делать с ним, ваше преосвященство? Я ничего Думаю, я предоставлю это тебе Мне? Да Возьми его куда-нибудь себе на службу С приличным жалованием У него потрепанный вид Но, ваше преосвященство Вы ненавидите дуэли Конечно Почему ты ее не предотвратил? Я считаю, что лучше Месье де Биржераку жить пером, а не умереть от шпаги Ты Не согласен, Антуан? Совершенно согласен, ваше преосвященство Предупреждаю вас, что попаду Что Попаду В конце посылки Месье де Биржерак Ваше превосходительство Я пришел, чтобы выразить свое Восхищение обоими вашими подвигами Вчера Действительно Спасибо Мой дорогой друг У нас могли быть разногласия Но я намерен забыть о них Вы очень великодушный, Сара Я серьезно У вас много талантов Редкое сочетание поэта и солдата Вы хотели бы поступить в мое распоряжение? Нет, сэр Я сам собой распоряжаюсь Мне сказали, что вы написали пьесу Мой дядя-кардинал тоже драматург Я бы мог вам помочь в этом деле Все равно, наконец, ее можно будет поставить Почему бы и нет? Я могу отнести ее ему? Правда? Конечно Он переделает в ней пару строчек и найдет для нее театр Переделает? Мои строки? Невозможно Но если ему что-то нравится, он хорошо платит Да, но не так хорошо, как я Когда я пишу строчку, которая поет, я себя вознаграждаю в 100 раз больше Вы гордый, мой друг Вы это заметили? Все равно смотри, что мы нашли на улице Перья, оброненные теми птицами, которым пришлось так быстро улетать вчера Человек, который нанял этих негодяев сегодня, должно быть очень злиться Кто это был? Ты знаешь, это был я Я нанял этих людей, чтобы сделать работу, которой мы не пачкаем свои руки Наказывать дерзкого поэта Мы сделаем из них чучело, пока они не испортились Куда их? Сэр Вы не могли бы их вернуть своим друзьям? Вы читали Дон Кихота? Читал И нашел для себя героя Прочитайте еще раз главу о ветряных мельницах Главу 13 Не забывайте, что ветряные мельницы, если с ними бороться Могут своими огромными руками зацепить вас И швырнуть в грязь Или наверх, к звездам Опять ты все испортил Сам себе навредил Он был готов все забыть А ты опять брюшишь Да, твое желание портить все возможности к примирению становится преувеличенным Да, я преувеличиваю Но в этом мире есть несколько вещей, которые нужно доводить до крайности Да, твоя драгоценная независимость Твой белый плюмаж, твои белые перья Ты хочешь добиться успеха в жизни А что мне, по-твоему, делать? Искать покровительство у какого-нибудь вельможи? И как ключ вокруг высокого дерева ползти туда, где одному не устоять? Спасибо, нет Быть шутом в жалкой надежде выдавить улыбку на чем-то холодном лице? Спасибо, нет Стать ли за блюдом Натереть мозоли на коленях Развить гибкую спину Истереть свое брюхо Присмыкаясь в пыли Спасибо, нет Левой рукой скрести брюхо свиньи и роющей для меня золото В то время как правая слишком гордая, чтобы ведать, что делает другая, принимает вознаграждение Спасибо, нет Использовать огонь, данный мне Господом, чтобы сжечь благовоние Спасибо, нет Лезть из кожи вон, чтобы мое имя попало в колонку газеты Выгадывать, интриговать, делать визиты вместо того, чтобы писать стихи Искать рекомендации, услуг, поддержки Спасибо, нет Спасибо и еще раз спасибо, но нет Опять Смеяться Мечтать Идти своим путем Свободным Называя вещи своими именами Голосом, в котором звучит мужественность Делать то, что нравится За слово «да» Или нет Драться Или писать Но никогда не написать ни строчки Которая не родилась бы в сердце Ехать под солнцем Под звездами Не заботясь о том, лежат ли впереди слава и богатство Иметь скромность, чтобы сказать Моя душа будет удовлетворена цветами С сорняками Может, даже с шипами Но в том саду, который можно назвать своим собственным Одним словом, я слишком горд, чтобы быть подхалимом Если моя натура хочет уподобиться горной сосне Поднимающейся к небу Я буду стоять Может, и невысоко Но один Хорошо, один Но зачем же наживать себе врагов? Видя, как иные повсюду заводят себе друзей Так же, как собаки заводят себе друзей Я, заметив манеру этих собачьих любезностей Думаю Вот идет, слава богу, еще один Враг Да, скажи это всем остальным А потом тихо скажи мне Что она тебя не любит Позволь мне немного побыть одному Сэр, подождите Расскажите нам о драке В другой раз Нет, сейчас Оставь его в покое Будет еще время Я хочу сейчас Она послужит примером Этому головастику Который крадется К двери Эй, ты Вы ко мне обращаетесь? Да, к тебе Хилый Норманский крестьянин Что вы от меня хотите? Послушай, месье Дэ, 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 как там тебя дальше? Деневильет Барон Кристиан Деневильет Очень хорошо Деневильет Поскольку ты новенький, ты должен знать, что в нашем присутствии никогда нельзя упоминать одну тему А скорее предмет А что это? Посмотри на меня Ты понял? Что? Но мы никогда не произносим это слово Даже в мыслях А то придется иметь дело с ним Он уничтожил несколько человек за один лишь намек в голосе Если хочешь умереть раньше времени, то упомяни что-нибудь кривое Или хрящеватое Одно слово, один слог, один жест, или один чих И твой носовой платок станет твоим саваном Капитан, да Как следует поступать, когда гасхонцы становятся слишком хвастливыми? Докажите им, что можно быть норманцем и все равно иметь смелость Спасибо Иди сюда, Серно, рассказывай Рассказать? Ну, дайте подумать С чего начать? Я шел, не зная, где эти бандиты могут напасть на этих узких улочках На них нет ни одного фонаря Луны на небе тоже не было Было темно Было так темно, что видно было не дальше Носа Кто Этот Человек Там Новый рекрут Прибыл на прошлой неделе Рекрут Его имя Кристиан Денавилет Понятно Хорошо Как я и говорил Черт возьми Стало темно Так темно, что выюнтые руки не видно Я шел, думаю, ради поэта-любителя, который писал для нас, когда ему в... Нос В голову взбредет Я могу разозлить одного опасного человека, настолько влиятельного, что он может... Разбить мне нос Заставить меня платить И я подумал, что раз уж я... Сунул свой нос Раз уж я здесь, то я могу сделать это Давай, Госконец, сказал я себе, исполни свой долг Внезапно сверкнул клинок, и я перехватил его... У себя под носом Своим лезвием Прежде чем я ополнился, я оказался... Нос к носу Перед десятком шпаг, с которыми мне пришлось биться одновременно Я... Уткнулся носом Я бросился на одного из них И сразил его на повал Я сделал выпад... И понюхал воздух Отбил их удары На меня бросается еще один Я парирую... Своим носом Идите, идите Оставьте меня с ним Дай я обниму тебя Что? У тебя есть смелость, которая мне нравится Почему? Ты что, не знаешь, что я ее брат? Чей? Роксаны Ее брат? Вы? Не родной, но какая разница? Она вам сказала? Все Она меня любит? Возможно Дорогой сэр, что я могу сказать, что это для меня честь Это довольно неожиданно Пожалуйста, простите меня Если бы вы знали, как я восхищаюсь вами Да, да, все эти речи про нос Я приношу свои извинения Роксана ждет письма От меня? Да, а что? О нет, если я начну писать, я все испорчу Почему? Потому что даже школьник напишет изящнее меня Я дурак Ты на меня нападал не как дурак Ну, любым может начать ссору Я никогда не терял дар речи с мужчинами, но с женщинами Я бессословесен Нем как рыба Я один из тех заикающихся идиотов, которые не могут ухаживать за женщинами Правда Что до меня, то если предоставится такая возможность И если я постараюсь Я могу делать это очень хорошо Ну, если бы у меня были слова, чтобы выразить то, что у меня вот здесь Если бы я был красив, как ты Вместе мы могли бы стать настоящим героем Любовника Был бы у меня ваш ум Возьми его взаймы Что? Скажи им Ты бы решился повторять ей мои слова? Посылать ей письма, которые я напишу Что? Тогда Роксана в тебе не разочаруется Давай завоюем ее вместе Для тебя Для меня? Почему нет? Я боюсь Боюсь Боишься, что когда окажешься наедине с ней, то потеряешь ее? Не бойся Она любит тебя самого Дай ей себя Мои слова станут словами на твоих губах Согласен? Согласен? Зачем вам это надо? Для меня это... Комедия Тема для поэта Ну что, будем сотрудничать? Я буду твоим ночным покровом Твоей заговоренной шпагой Кольцом, что заколдует сказочную принцессу Подумай, разве цена не стоит риска? Мой друг Я твой друг Возьми мое сердце, оно станет еще больше Срывай растения, мы сохраняем цветок Так и я люблю тебя, моя дорогая Идиот Есть дюжины способов, чтобы произнести эту строку Неужели ты не можешь придать этому выражение? Хоть какое-то Так и я люблю тебя 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 Тебя Кто видел твою улыбку, видел совершенство? Ты как белая роза Любовь поймала в сети свою добычу В саду моей любви ты самый 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 Благоухающий цветок Как юное деревце жаждет дождя Как орел ищет небо Как волна устремляется к берегу Так и мое сердце тоскует по тебе А вот это хорошо Знаешь, у тебя появляется чувство слова Слова, слова, мне надоели слова Они твое оружие Как еще ты можешь победить? Но когда? Сейчас на севере идет война Ты же знаешь, меня могут призвать в любой день А я ее даже не поцеловал Терпение, мой мальчик, терпение Я терпелив Но она видится с Дегишем так же часто, как и со мной Может, она со мной просто играет Делает из меня дурака Невозможно Как ты можешь так говорить? Откуда ты знаешь? Сиранно Она тебе доверяет Ты можешь у нее узнать Я же сказал, чепуха Ну ладно Пойду на разведку Но все равно только аккуратно Конечно Изящно И что ты думаешь о крестьянии теперь? Он красив и умен И я люблю его Хорошо Ты считаешь его красноречивым? Даже более тебя Что? Я не хотела Нет, нет, я рад Ни один человек не может так красиво говорить О таких вещах Эти милые пустяки В которых так много смысла Иногда он делает паузу Его вдохновение ему изменяет Но затем он говорит Нечто такое Правда? Все вы мужчины такие Вы думаете, что если мужчина красив, то он дурак? Не обязательно Он красиво говорит о делах сердечных Он не говорит Он сочиняет рапсодии Мечтает Прошлым вечером он сказал мне Кстати, без подготовки Конечно Возьми мое сердце Оно станет еще больше Срывая растения, мы сохраняем цветок Ну как? Неплохо Он хорошо пишет Замечательно Послушай Я знаю, что ты можешь подарить столько любви Что не хватит моего сердца Сначала у него слишком много сердца, а теперь слишком мало Так что у него за сердце? Ты меня дразнишь Ты ревнуешь Ревную? Да Вы поэты все одинаковы А ты осмелишься критиковать эти строки? В моем сердце звучит только одно желание В моем письме написано больше, чем можно прочитать Кончиками пальцев я посылаю тебе поцелуи Леди, прочитай мое письмо своими губами Да, эти последние строки Но он многословен Послушай это Ты их знаешь наизусть? Каждая Я бы назвал это лестью Он мастер Ну да будет тебе Да, мастер Ладно, мастер Если тебе так угодно А когда ты водрузишь на него лавровый венок Сколько еще поэтических подвигов должен совершить этот новый геркулес? Я не знаю Мой друг, вам, мужчинам, принадлежит мир и все в нем Женщина, в лучшем случае, приз Собственность, которую оценивают так же, как собаку или лошадь За сияние кожи, здоровые зубы и конечности Если уж мне придется быть имуществом То на своих условиях И ценой в соответствии с моими собственными ценностями Понятно Кристиан говорил мне, что вы встречаетесь сегодня О чем ты хочешь говорить с ним? Ни о чем И обо всем Я бы ему сказала Скажи мне о любви своими словами Импровизируй Сочиняй Будь красноречив Но ты ему не скажешь? Ну что ты? Мадам Граф Дегиш Мадам Месье Мадам Месье Стой, подожди Нет У тебя еще есть время выучить? Нет У меня есть замечательные слова Тонкие Чуткие Нет, мне больше это не нравится Брать твои слова Чувства превращают нашу любовь в комедию Ну что ты? Сначала это была игра, но теперь она любит Благодаря тебе Я больше не боюсь Теперь я буду говорить за себя Несомненно Да, ты увидишь Кроме того, я знаю, как обнять женщину И сегодня вечером я так и сделаю Кристиан Спасибо, друг мой И прощай Кристиан, я умоляю тебя Оставь меня Ты делаешь ошибку Уходи Пусть будет так Кристиан Роксана Я так рада, что ты здесь Давай постоим здесь В свете луны Здесь так приятно Садись Вот так А теперь Говори со мной Я люблю тебя Да Говори со мной о любви Я Люблю тебя Будь красноречив Будь неподражаем В эту ночь Из всех ночей Я люблю тебя Очень Ты уже сказал Импровизируй Сочиняй Я так тебя Люблю Я просила сливок А получила молоко И воду Сначала скажи мне Как ты меня любишь Очень сильно И это все, что ты чувствуешь? Твое горло Как бы я хотел поцеловать его Кристиан Роксана, я люблю тебя Опять? Нет, не опять Я не люблю тебя Так-то лучше Я Обожаю тебя Я знаю, я становлюсь абсурдным И это меня расстраивает так же, как если бы ты стал уродом Пожалуйста Преврати свои мечты в слова Я Я Я знаю, ты меня любишь Спокойной ночи Подожди, прошу тебя, я хотел сказать Что, обожаешь меня? Я это тоже знаю Нет Уходи Большой успех Помоги мне Говори сам за себя, друг мой Я не могу Но ты хотя бы знаешь Как не надо обнимать женщину Все равно, пожалуйста Зачем делать из твоей любви комедию? Я не смогу жить, если не верну ее Сейчас, в сию минуту Сейчас? Когда же я тебя смогу научить? Ее окно Помоги мне все равно, помоги Здесь довольно темно Так что? Это больше, чем ты заслуживаешь Но это можно сделать Встань там Идиот Перед балконом Я буду тебе подсказывать слова Тихо Зови ее Роксана? Роксана? Кто меня зовет? Кристиан Опять ты? Я должен тебе сказать Уходи Тебе нечего сказать Пожалуйста Ты меня больше не любишь Нельзя любить больше Чем я люблю тебя И люблю все больше и больше Уже лучше Любовь растет И как капризный ребенок Разбивает мне сердце Свою колыбель Еще лучше? Но такое дитя опасно Почему бы не избавиться от него? Я пробовал Но он живет Я вижу Ты сама увидишь Что этот ребенок Младенец Геркулес Хорошо От рождения такой сильный Что душил двух змей Сомнения и Гордость Очень хорошо Ну скажи Почему ты говоришь Так сбивчиво? Твое воображение Хромает? Это уже слишком трудно В твоих словах Нет уверенности Почему? Потому что летняя ночь Так темна Что они ощупью Пробираются На твой свет Мои слова Тяжелы от меда Как пчелы Спешащие домой Но они все равно Должны лететь Так высоко Тогда иди поближе Встань на скамье Нет Тогда я спущусь Нет Почему же нет? Позволь мне насладиться Этими мгновениями Единственной возможностью Говорить с тобой Невидимым Невидимым? Да, да Ночь скрывает нас Друг от друга И этим привлекает Тебе не нужны глаза Чтобы слышать мое сердце Пусть сегодня тебе покажется Что я говорю впервые Впервые? Да Даже твой голос Кажется другим Как это может быть? Этой ночью Я говорю своим собственным голосом Смелым Почему смелым? Потому что Кто я такой Чтобы сметь говорить с тобой? Поэтому мое сердце Прячется за поэтическими словами И блеском фраз Но ведь они такие приятные Эти красивые фразы Этого недостаточно Для нас с тобой Этой ночью Ты никогда не говорил со мной так Только раз приходит Такое мгновение И горе тем Кто не познал его Когда красота Стоит, глядя в душу Серьезными, прекрасными глазами И ей не нужны Красивые слова Да Это любовь Да, любовь Я люблю тебя безумно Безраздельно Сильнее самой силы любви Твое имя как золотой колокол Который висит в моем сердце И когда я думаю о тебе Я дрожу И колокол раскачивается И звонит Роксана Роксана По моим венам Роксана Роксана Да Это любовь Да, это любовь Ветер ужасной и ревнивой красоты Это темный огонь Это ослепляющая музыка И ты можешь взять мое счастье Чтобы стать счастливой Даже не зная Что его тебе дал И я Только позволь мне слышать иногда Отдаленный смех твоей радости Понимаешь ли ты меня Чувствуешь ли ты Как в темноте Моя душа дышит рядом с тобой Только сегодня ночью Я осмеливаюсь говорить эти слова Я тебе И ты их слышишь Это мой голос Мой голос заставляет тебя Дрожать в мрачной темноте Надо мной Потому что ты дрожишь Как цветок среди листвы Ты дрожишь И я чувствую Как дрожь твоей страсти Течет по веткам Этого же смена Да Я дрожу И я рыдаю И я люблю тебя И я твоя И это Это сделал ты И это сделал я Я сам Позволь мне попросить только одно Один поцелуй Ты просишь меня Да То есть Я хочу сказать Ты заходишь слишком далеко Она готова Надо этим воспользоваться Я знаю Что прошу слишком многого Только один Это все Только А что еще Я знаю, что я напугал тебя Я прошу тебя отказать Почему, почему? Кристиан, молчи Что ты сказал? Я сердит на себя Потому что знаю, что далеко зашел Поэтому я себе говорю Кристиан, замолчи Кто-то идет Я ищу дом Мадам Роксаны Робен Это не ее дом Туда, направо Идите по правой стороне Спасибо, сэр Я прочту за вас молитву сегодня Дай мне ее поцеловать Нет Рано или поздно Это правда Рано или поздно это случится Потому что она юна А ты красив Раз так должно случиться Так пусть я сам стану причиной того Что должно случиться Ты еще там? Да Мы говорили о... Поцелуи Поцелуи А что такое поцелуй, когда все сказано? Обед, принятый перед цветыней памяти Финальная точка в словах о любви Тайна, сказанная не в ухо, а в уста Мгновение, ставшее бессмертным из-за шелеста невидимых крыльев Таинство цветения Новая песня, спетая двумя сердцами под старый простой мотив Молчи Почему же? Ты стыдишься? Нет Не стыжусь Иди Возьми свой священный цветок Свое Бессмертное мгновение Иди Залезай, животные Роксана Роксана Я сам это завоевал Першество любви А я умираю от голода Но теперь у меня есть то, что принадлежит только мне Но не было моим раньше Я произнес слова, которые покорили ее Она целует мои слова Мои слова На его губах Что, отец, заблудились? Мадам Робен живет здесь Я думал, вы сказали Ролан Нет, Робен Ро-бен Ах, Робен Я уже слишком стар, чтобы бегать впустую по улицам И ноги болят Какая жалость Я уверен, что дома кто-то есть Что такое? Письмо для дамы Мадам Ролан Ролан? Робен Мадам, вам письмо Да-да, я слышала Сирану? Да, я шел мимо и увидел свет Это что-то связанное с душевными переживаниями Мне дал его один благородный вельможа Что там? Мой полк отправляется на фронт Я не могу дольше ждать Этот монах, который ничего не знает Нас сегодня же обвенчает с любовью Антуан Дегиш Отец, это письмо касается вас Мадам Кардинал настаивает на своем Хотя и против вашей воли Поэтому я отправляю вам письмо С этим святым человеком Умным и неболтливым Передайте ему наш приказ Провести немедленно обряд Бракосочетания Вы, крестьян, будете обвенчаны на дому Подчинитесь приказу кардинала Который шлет вам свое благословение Ваш покорный слуга И так далее Ой, это ужасно Это вы Это я жених Послушайте, тут есть паскриптум Передайте в монастырь от моего имени 120 золотых 120 Достойный вклад Очень достойный Дочь моя Покорись Немедленно Я покорюсь Гиш скоро придет Не пускайте его Не пускать Пока нас не обвенчают Пожалуйста Что такое? Я Ты откуда взялся? С луны С луны Я только что вернулся с луны Сумасшедший Я свалился с луны как бомба, говорю вам Послушай Я сказал, что упал с луны Хорошо, пусть будет так Спасибо Ненормальный Где я? Дай пройти Куда я попал? Это что за страна? Дай мне пройти А это что за лицо? Боже мой, маска Грабитель? Где я? Меня ждет дама Значит, это Париж Дурак Старый добрый Париж Простите, что у меня такой вид Я прибыл с последнего дар молнии И слегка испачкался, проходя через эфир Мсье Сэр Хватит, я хочу Я знаю Вы хотите посмотреть на луну Узнать, что там за поверхность и природа? Ничего подобного Конечно, нет Вы хотите знать, каким образом я долетел до луны? Это большой секрет, но скажу по секрету Это мое новое изобретение Он, к тому же, еще и пьян О, нет У меня есть несколько изобретений Несколько способов нарушить девственность неба Несколько? Несколько Например, у дыма есть естественная тенденция подниматься Нужно накачать в шар столько дыма, чтобы он меня поднял Да, это первый Второй Ракета в форме огромной саранчи, движимая импульсами от соленой петарды Позади нее будет прыгать вверх все выше и выше и выше Да, это я знаю И, наконец, сидя на железном диске, нужно подбросить в воздух магнит Железо поднимется Нужно поймать магнит и опять бросить его и так продолжать до бесконечности, выше и выше Отлично И какой ты использовал? Не один из них Другой А именно? Угадайте Я не могу Попробуйте Какой интересный идиот Догадались? Нет, а что это? Увы, вам не дано это узнать Но, тем не менее, вы свободны, а они уже связаны Узами брака Я пьян? Этот голос, этот нос Сирено Сирено В этот момент они обменялись клятвой Кто? Мои искренние поздравления И вам тоже, мой космический путешественник Милорд, ваша пара соединена браком Действительно Мадам, попрощайтесь со своим супругом Ваш полк уходит сегодня, сэр Немедленно возвращайтесь Но кадетов не призывали А теперь призвали Под мое командование Там мы рассчитаемся Почему-то эта новость меня не огорчает Вот приказ, барон Доставьте его Кристиан До брачной ночи еще далеко Почему-то эта новость не огорчает меня Барон, вы получили приказ Прощай, Роксана Береги его Обещай, что не дашь ему сделать ничего опасного Сделаю все, что смогу, но не обещаю Следи за ним Заставь его быть осторожным Да, постараюсь Смотри, чтобы он не мерз и не промокл Заставь его писать мне каждый день Это обещаю Я помню 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 Продолжение следует... Мадам Баронесса де Невильетт, улица Море, дом 12, Париж. Мадам Баронесса де Невильетт, улица Море, дом 12, Париж. Да, я знаю, вы меня не любите, называете меня придворным льстецом, интриганом, но я переживу ваше злопыхательство. Моё поведение на поле боя хорошо известно. Только вчера я отразил атаку испанцев, лавиной бросив на них своих людей. Я лично вёл их в атаку. А где ваш белый шарф? Сироно. Где? Скажите мне ваш белый шарф. Вы слышали эту историю? Да, я так далеко зашёл в их ряды, что меня могли взять в плен. Но я быстро нашёл выход. Я снял свой шарф, который показывал мой военный чин и бросил его. И так незамеченным скрылся среди своих сил. Собрал их и с ними возвратился. Что вы на это скажете? Всё равно офицер не может отказать себе в привилегии и стать мишенью. Хорошо вам. Вы отлишены этой привилегии. Хорошо. Подолжите мне ваш шарф. С вашего разрешения я поведу сегодня первую атаку, повязав его на плече. Какое хвастовство. Вы же знаете, что это невозможно исполнить. Мой шарф лежит на берегу реки на линии огня, в месте, куда никто не дойдёт живым. Да. Да. Спасибо. Этот кусочек белой ткани – то, что мне нужно, чтобы подать знак. Я сомневался. Ты помог мне решить. Стоять! Не стрелять! Там человек бежит. Да, испанец. Но очень полезный шпион. До обеих сторон, как я и собирался вам сказать, маршал отвёл половину наших сил. К счастью, испанцы этого не знают. Теперь знают и нападут сегодня, в этом месте. Месте, да? Не буду притворяться, что люблю вас. Но поскольку вы, господа, считаете себя неуязвимыми, храбрейшими из храбрейших и прочее, зачем свалить личные счёты? От маршала нужно отвлечь внимание, и я служу ему так, как считаю нужным. Как вы видите, капитан, главное – выиграть время. Держать их, пока не вернётся маршал. А чтобы выиграть время, вы все будете так добры, что не пощадите своей жизни. Кристиан? Да. Для Роксаны? Я бы хотел, чтобы на прощание не остались те слова, которые пришли из моего сердца. Я взял на себя смелость. Подожди. Это пятно. Пятно? Да. Слеза. Пустяк. Поэт, когда пишет, он как возлюбленный в объятиях любимой. Он верит в своё воображение, как в реальность. В этом и очарование письма. Я сделал это письмо таким сентиментальным, что когда писал, плакал. Плакал? Да. Потому что умереть так просто. Но не повидать её... Это ужасно. Я никогда... Ты никогда... Отдай мне. Стой, кто идёт. По воле короля. Добрый вечер. Король! Строится! Добрый вечер. Вы? Воля и короля? Господа! Что ты здесь делаешь? До нас дошли слухи, что вы голодаете, поэтому мы подготовились. Испанцы, погнавшись в Золанью, не заметили козу. Зачем ты приехала сюда? Здесь опасно. В Париже говорили, что боя не будет. И кроме того, ты сам виноват. Спасибо за письма, которые ты мне писал. Их столько было. Каждый день. Каждый день? Конечно. И каждое прекраснее предыдущего. А, эти глупые любовные письма. Тихо. Глупые? Твои письма? Нет, никогда. Каждый из них, как твой голос той ночью. В темноте. Помнишь? Как твои объятия. Я их все время перечитываю. Каждое письмо, как лепесток, упавший с твоей души. Как огонь от костра большой любви. Нежные, сильные, искренние. Нежные, сильные, искренние. Кристиан, Я приехала просить прощения. Сейчас время прощать, когда смерть так близко. Прости, что я была легкомысленно и тщеславна, и любила тебя только за красоту. Теперь... Теперь? Теперь я люблю тебя самого. Такого, как ты есть. Роксана. Ты, наверное, и так страдал из-за моего легкомыслия. Быть любимым только за оболочку, только лишь за тело, в котором ты ходишь, с такой душой, как у тебя, наверное, это пытка. Нет. Я понимаю. Ты не можешь мне полностью верить. Такая любовь... Мне не нужна такая любовь. Мне нужна любовь, как прежде. За... Только за то, что каждая женщина видит в тебе? Я способна на большее. Нет. Раньше было лучше. Ты ошибаешься. Я была ребенком. Теперь я женщина. Даже если бы ты был не так красив, даже уродлив, я бы все равно тебя любила. Все равно. Ты это серьезно сказала? Да. Уродливым? Даже тогда. Теперь ты счастлив? Да. В чем дело? Ни в чем. Просто... Сирено. Сирено? Он должен тебе кое-что сказать. Куда ты идешь? Я? Он вернется. Через минуту. Сирено. Сирено. Ваша жена, сэр. Она поедет со мной? Нет, она останется. У нее еще есть время ехать. Нет, останется. Хорошо, дайте мне мушкет. Я тоже остаюсь. Сэр, как вы храбрый. А что, бежать и бросить женщину? Мое почтение, полковник. Что случилось? Подожди. Что такое? Сейчас узнаешь. Она меня больше не любит. Не любит? Она любит тебя. Нет. Она любит мою душу. Нет. Да. А значит, тебя. А ты любишь ее. Я? Я вижу. Я знаю. Ты писал ей каждый день. Каждый день. Это было просто. Просто? Мы в осаде целый месяц. Как ты посылал ей эти письма? До рассвета я... Рисковал жизнью каждый раз? Ты любишь ее? Да. Скажи ей. Нет. Почему? Почему? Посмотри на меня. Она бы любила меня, если бы я был уродлив. Она так сказала? Да. Иди к ней. Чепуха. Я не верю в это безумие. Иди к ней. Ты никогда не будешь уродом. Иди ты. Она любит тебя. Посмотрим? Нет. Мне надоело лгать. Нет. Я все расскажу. Зачем ты мучаешь меня? Я должен разрушить твое счастье, потому что я родился с красивым лицом. А я твое, потому что умею выразить то, что ты, возможно, чувствуешь. Скажи ей. На что ты меня толкаешь? Я встал быть своим собственным соперником. Наш тайный брак можно аннулировать. Я хочу, чтобы она любила бедного дурака, каким я есть или не любила вообще. Или я покончу с этим так, или иначе. Иди. Скажи ей. Пусть выберет одного из нас. Это будешь ты. Я надеюсь. Капитан, испанцы зажгли огни. Начинается. Надо послать лазутчика. Где Серано? Капитан, разрешите мне? Нет, мой мальчик. Серано знает местность. Он знает их расположение. Я тоже. Пожалуйста, разрешите. Хорошо. Нам нужно знать, в каком направлении они наступают. Их количество и сил. Понятно. Роксана. Серано. Кристиан считает. Кристиан считает, что ты должна знать. Но я знаю. Он сомневается в том, что я ему сказала. Я это видела. Да, но... То, что ты ему сказала, это правда? Правда. Я сказала, что любила бы его даже... Это слово трудно сказать при мне. Скажи, даже если бы он был уродом? Даже тогда я любила бы его. Безобразным? Даже безобразным. Даже гротескным? Как он может быть гротескным? Для меня. Но ты могла бы любить его таким так же сильно. Да, и даже больше. Роксана. Что это? Началось сражение? Что происходит? Испанцы наступают. Время еще есть. Где Кристиан? У Брусфера. Да, конечно. Что ты хотел сказать мне? Роксана. Поверь, это трудно. И впервые мне не хватает слов. Кристиан просил меня. Он сказал мне... Кристиан! По местам, господа. Он умер? Нет, но умирает. Я не дам ему. Серано, ты... Да, я ей сказал. Она любит тебя. Тебя. Роксана. Да, дорогой. Кристиан. Он не умер? Умер. Умер. Пошли. Тебе надо уезжать. Подожди. Он умер. Никто не знал его, как ты. Разве не был он героем? Да, Роксана. У него было такое большое сердце. Да, Роксана. Поэт. Такой необыкновенно нежный. Да, Роксана. Теперь он мертв. Как и я. Я мертв. И моя любимая оплакивает меня. И не знает. И никогда не узнает. Уведи ее. Быстро. Подождите. У него на сердце письмо. Теперь мне надо отомстить за две смерти. Кристиана. И свою. Огонь! Огонь! Сдавайтесь или умрете. Сдавайтесь или умрете. Сдавайтесь или умрете. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Смотри, сигнал! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мы сражались, мы умирали и опять сражались. Кто эти люди, которые так любят смерть? Вас крикнул один испанец. Их становилось все больше и больше. Когда битва казалась проигранной, мы услышали трубы наших возвращающихся войск. И мы выиграли сражение. Как вам повезло, месье Дебержирак. Вы пожили. А мы зря теряем нашу молодость. Войны нет. И нет даже надежды на войну. Нет надежды? Сынок, я только что понял, что мы оба дураки. Но я старый дурак, а потому еще глупее. Более того, все, что я рассказал, вам ложь. Еще одна сатира для газеты? Да. Еще одна перчатка в лицо власти? Зачем ты это делаешь, Сирено? Зачем ты нападаешь? На глупость, обман, коррупцию? Я слишком стар, чтобы меняться. Я старый пес, у которого остались только зубы. Да, но зубы можно выбить, будет больно. Опять этот наглец Дебержирак. На этот раз он зашел слишком далеко. Клянусь, он подписал себе смертный приговор. А кто его доставит? Он по-прежнему хорошо управляется со шпагой. Есть много способов умереть. Кто знает. Может, это будет несчастный случай. Скоро. Скажите, мадам, как долго вы еще будете носить трауру? Всегда. Неужели Кристиан достоин этого? Знай вы его. Вы бы не спрашивали. Его последнее письмо еще у меня на сердце. А Сирено? Его вы часто видите? Каждую неделю. Мой старый друг служит мне вместо газеты. Сообщает мне все новости. Каждую субботу под тем деревом. Я жду его и вышиваю. Когда бьют часы, мне даже не нужно оборачиваться. С последним боем я слышу стук его трости по тропинке. Его сатира нажили ему много врагов. Но его шпаги все еще боятся. Никто не посмеет тронуть его. Хорошо бы так. Я боюсь, что его убьют не враги, а одиночество и бедность, которые серыми декабрьскими ночами, как волки, крадутся в его темной комнате. Мне кажется, он многие месяцы ходит в одном и том же плаще. Сейчас это уже не кажется странным. Не надо слишком его жалеть. Это его жизнь. Он живет так, как хочет. Свободен в словах, делах и мечтах. Мой милый герцог. Я знаю, у меня есть все. У него нет ничего, тем не менее. Сегодня я был бы рад пожать ему руку. Но прощайте, увижу ли я вас снова. Приезжайте, когда хотите. Значит, вы меня простили. Я же здесь. Знаете, когда мужчина получает все в этом мире, когда он слишком преуспевает, он почему-то начинает чувствовать неудовлетворенность самим собой по всякому мелкому поводу. Это не совсем угрызение совести, а скорее что-то вроде слабого, отвращения, боли, сожаления, иллюзии. Я иногда завидую вашему, Сирану. Это чувство делает вам честь. Мадам, я должен сказать вам, действительно, никто еще не осмелился напасть на вашего друга Сирану. Но, тем не менее, вчера в театре я кое-что слышал. Велите ему не выходить из дома, если можно, завтра. Когда вы его увидите, скажите, чтобы он был осторожен. Спасибо. До свидания, Рогдон. Сэр, вы что, уходите? Вы еще со мной не пообедали. К сожалению, меня ждет великолепное угощение, редкое вино, подарок от моего издателя. Конечно, это хорошо. Вы видели новую пьесу Мольера? Нет. Ну, ладно. А что? Ну, он... Говори. Он украл вас цену, слово в слово. Знаете, эту, какого черта он тут сделал? Эту он ее нагло украл. Что ж, у него хороший вкус. Ее хорошо сыграли, надеюсь? Прекрасно. Мы так смеялись, так смеялись. У Мольера есть талант. У Кристиана была красота. Для меня это всегда так. Спокойной ночи, друг. Стой! Эй, ты! Ты ко мне обращаешься? Да, к тебе, месье Длинненос. Какая дерзость. Грязный писака. Что? Лжец, кривитник. КОНЕЦ Доктор. Зачем притворяться? Это очень серьезно. Ни в коем случае не давайте ему волноваться. Если он попробует подняться, он умрет. Спасибо. Месье. Здравствуйте, сестра. Что с вами? Знаете, что я вам скажу, сестра? Вчера, то есть в пятницу. Я опять ел мясо. Я знаю. Поэтому вы так бледны. Пожалуйста, зайдите поесть перед уходом. Я сделаю вам большую тарелку горячего супа. Конечно, конечно. Сегодня вы сговорчивы? Да, возможно, меня обратили. Нет, это невозможно. Вы живете в святости, тем не менее, никогда не читайте норовоучений. Удивительно. Но пора и мне удивить вас. Я разрешу вам помолиться за меня сегодня во время службы. Вы потрясены? Я и не ждала вашего разрешения на это. Сам дьявол должен восхищаться мной, если я надеюсь увидеть конец этой вышивки. За 14 лет ты опоздал впервые. Да. Да, ужасно. Меня задержал посетитель. Совершенно неожиданно. Старый друг. Вернее, старый знакомый. Ты сказал ему, чтобы он уходил? Да, на этот раз да. Я сказал, извини. Сегодня суббота. У меня уже назначена встреча, которую я не могу пропустить. Даже ради тебя. Я вернусь. Через час. Твоему другу придется подождать. Я не отпущу тебя до темноты. Возможно, мне придется уйти. Чуть раньше. Да? Тогда моя газета расскажет мне придворные новости. Ах, да. Сейчас подумаю. Так, суббота, 19-го. Король съел 8 порций виноградного мармелада. Виноградный мармелад при дворе подаваться больше не будет. Воскресенье. Королевский пульс опять в норме. В понедельник. Все говорили об успехе новой пьесы Мольяра. В вторник. Король съел 6 порций мороженого. Мороженое при дворе больше подаваться не будет. Среда. Граф де Фиск говорил с мадам де Монгло. Она сказала нет. Четверг. Ничего. В пятницу мадам де Монгло сказала да. В субботу 20... Сирана! Что случилось? Сирана! Нет. Ничего. Мой бедный друг. Ничего. Сейчас пройдет. Нет, нет, нет. Ничего. Старая рана беспокоит. Ну вот. Уже прошло. У нас у всех есть старые раны. Моя. У меня здесь. Под этим обрывком письма. И его сейчас трудно прочитать. Оно размыто кровью. Слезами. Его письмо. Ты обещала мне, что когда-нибудь я смогу прочесть его. Его письмо. Ты хочешь? Я хочу. Сегодня. Разверни его и прочитай. Прощай, Роксана. Потому что сегодня я умру. Громче. Я знаю, что это будет сегодня, моя любимая. Но мое сердце все еще тяжело от любви, которую я не высказал. И я умру, не сказав тебе. Больше никогда мои глаза не будут пить тебя, как вино. Больше никогда взгляд, подобно поцелую, не будет следовать твоим нежным жестам. Ты так читаешь его письмо? Я вспоминаю сейчас один из них, как ты отодвигаешь прядь волос рукой от лба. И мое сердце кричит. Его письмо? Сердце кричит и кричит. Ты его так читаешь? Прощай, дорогая, милая моя. И этот голос. Моя единственная, мое сокровище. Этот голос. Моя любовь. Таким я его и запомнила. Я никогда не расстанусь с тобой. Даже сейчас я не оставлю тебя. В ином мире я по-прежнему буду тем, кто любит тебя. Любит безмерно, без... Как его можно прочитать сейчас? Все эти 14 лет ты был мне другом, который приходил развлекать меня. Роксана. Это был ты. Нет, Роксана, нет. Я должна была понять это сразу, как только ты произнес мое имя. Это был не я. Это был ты. Клянусь. Твое письмо. Нет. И те милые и глупые слова тоже были твои. И голос в темноте был твоим. Клянусь частью. И душа. Это все было твоим. Я никогда не любил тебя. Нет, ты любил меня. Даже сейчас ты меня любишь. Нет. И сейчас даже сильнее. Нет, нет. Я не люблю тебя. Почему же ты молчал все эти годы? Почему ты не сказал мне ни слова? Ты знал. Знал, когда это письмо лежало на моей груди. Твои слезы. Ты знал, что это были твои слезы. кровь была его. Сирено. Сюда. Он здесь. Какое безрассудство. Нет. Я так и знал. Мадам, он убил тебя, придя сюда. Это обморок. Что это было? Ничего. Я не досказал новости. Субботу 26-го. За час до обеда месье де Бержерак умер от рук наемных убийц. Сирено. Что они с тобой сделали? Судьба любит насмешки. Меня поймали в ловушку. Я попал в просак. Мой благородный враг оказался лакеем. Поле сражения канавой. Все кажется слишком логичным. Я обделен во всем. Даже в смерти. Сестры. Сестры. Нет, не уходи. Когда ты вернешься, меня ты можешь уже не застать. Ты не умрешь. Я люблю тебя. Нет. Это только в сказках, когда красавица говорит чудовищу, я люблю тебя, его уродство, как по волшебству, исчезает. Но, как видишь, я все тот же. Я тот же. Это я сделала с тобой. Ты? Почему? Нет. Это моя вина. Напротив. Ни одна другая женщина не была так нежна со мной. Моя мать не любила смотреть на меня. Сестры у меня не было. Позже я боялся, что любимая будет скрывать насмешку за улыбкой. Но благодаря тебе любовь женщины коснулась моей жизни. Я любила только одного мужчину в своей жизни и дважды потеряла его. Не надо теперь плакать по благородному крестьяну меньше, чем раньше. Но, возможно, я попрошу вот что. Когда мои кости охватит холод, думай о двоих в своей вдовьей скорби. Слезы, которые ты роняешь по нему, пусть будут и моими. Моя любовь! Нет, не здесь. Я не лягу здесь. Не надо мне помогать. Не надо не держать меня. Я чувствую его приближение. Я уже чувствую, что мои ноги как мрамор, перчатки из свинца. Хорошо, когда придет старый приятель, я его встречу на ногах со шпагой в руках. Тирану. Он бредит. Я вижу его. Он скалится. Он смотрит на мой нос. Этот скелет. Вы там? Сто на одного, да? Я знаю вас, моих старых врагов. Ложь, получай. Предрассудки, компромиссы, трусость. Вы говорите, сдавайся? Нет, никогда. И ты, тщеславие. Я знал, что в конце ты меня сбросишь. Нет, я буду драться. Драться, драться. Вы украли у меня лавры. И мои розы. Но, несмотря на это, у меня осталась одна корона. И сегодня, когда я предстану перед Богом, мое приветствие сметет звезды через голубой порог. Одна вещь без пятна, не запачканная миром. Вопреки злому року, я принесу с собой это. Мой белый племаш. вопреки злому. Вопреки злому. Вопреки злому. вопреки злому. Вопреки злому. Субтитры создавал DimaTorzok